Здарова, это Шамшурин и это видео вопрос-ответ, вернее видео уже с ответами на ваши вопросы. Значит, смотрите, вот здесь есть 185 комментариев. Попробую ответить на часть вопроса, то есть ту часть, которую сейчас не успею ответить, в следующем видосе буквально там через 3-4 дня буду отвечать там. Опять же, будут вопросы, на которые я их не смотрел, просто бегло пробежался. То есть будут вопросы, на которые смогу ответить сразу, будут вопросы, на которые я не смогу ответить сразу. И в следующем видео, то есть нужно подумать, в следующем видео я озвучу свое мнение, те ответы, которые я считаю. Если есть социофобия, кстати, ребят, да, давайте сразу договоримся. Здесь еще просто Антоха за кадром сидит, он мне подсказывает. Вот, не хочется показываться в кадре. Вот, давайте так вот, по поводу социофобии у меня есть два момента. Либо, ну как бы, все вокруг решили, что теперь всю свою слабость, свои комплексы зажатости и прочее, они будут называть одним словом социофобия. Либо просто я реально не знал, что в стране столько больных, больных людей. Вот, как бы, давайте поэтому вопросы, касаемые социофобии, по минимуму сведем к нулю, и я буду на них практически не отвечать, или не буду на них отвечать. Так, Владимир, такой вопрос, как заинтересовать девушку, как сделать так, чтобы она потом сама тянулась к тебе? Вот, смотрите, опять же, есть ряд вопросов, которые, ответы на которые ты сможешь найти на моем канале, потому что там уже 150 тысяч миллионов видео про это сказано. Вот, это тема моих тренингов, и поэтому я не вижу смысла сейчас вот, как бы, объяснять тебе от А до Я то, как заинтересовать девушку. То есть, вкратце, делай что-то, что не делают другие, заинтересовываешь своей личностью, а не какими-то плюшками, подарками и бонусами от тебя. Ну, если очень коротко. Подумай над этим, поищи инфу у меня на канале. Как определить, что женщина тебе верна? Вот это хороший вопрос, кстати. Слушай, ну это попахивает паранойей, то есть, скорее всего, тогда я бы сформулировал вопрос, как определить, что женщина тебе не верна? Потому что, ну, блядь, как определить, что, как бы, самолет летит? Ну, самолет летит. То есть, если он сломался, тогда вот уже надо что-то определять. Давай я попробую, ну, на этот вопрос, именно Али, ответить тебе в следующем видео, потому что он довольно сложный. И сформулируем его следующим образом, как определить, что девушка тебе, там, изменяет или неверно. Хотя мне кажется, что-то определять ничего не надо, то есть, просто, ну, ты это должен почувствовать. Так, топ вопрос. Сидишь на свидании и понимаешь, что девушка тебя давит опытом. Как-то тебе некомфортно. Каким-то чудом взял у нее номер, вызвонил. Пример. Ей 30 лет, тебе 20. У нее тачка, хата, ты живешь с мамкой. Здорово. С манкой. Че ты, Анто? То есть, в момент знакомства... Ты можешь, кстати, голосом говорить за кадром? Угу. А? Давит опыт. Давит опыт. Вот. В момент знакомства она думала, что вы будете на равных. Во-первых, сразу ремарка, да? Откуда ты знаешь, что она думала? Вот, скажи мне, откуда ты знаешь, что она думала? Ты в голову к ней залазил? Я тебе скажу так. В момент знакомства, скорее всего, она думала, о, классно, молодой парень подошел. Хотя бы классно потрахаюсь с ним. Вот. Ей приятно, что молодой парень к ней подошел. Она думала, что вы будете на равных. А тут ты сдаешь, не можешь обработать Я, кстати, сейчас вспомнил Что недавно в пробке познакомился С такой мамашкой прикольной Лет 35 Что-то забыл про нее В момент В момент знакомства Она думала, что вы будете на равных А тут ты сдаешь, не можешь обработать какие-то возражения Допустим, и короче, что делать Ну понятно, выжимать по максимуму Идти ва-банк и так далее Бывали ли у тебя такие ситуации? У меня, а вот, читать дальше тут написано Твой комментарий, конечно То есть у меня были такие ситуации И много раз, и когда я был совершенно беден Что мне жрать нечего было Вот, смотри, птичка Смотри, Антош Прикольно? Вот Я встречался иногда с взрослыми тетками Мне было, например, 25 Им было там 35-30 Но они выглядели классно У меня никогда не возникало каких-то там проблем Потому что я знал, что я как минимум могу подарить им Радость общения со мной Секс офигенный То есть и Не знаю Они сами как-то в меня вкладывались Что-то мне дарили Там, не знаю Платили за меня в рейстиках и так далее Ну, если у меня была возможность Естественно, я их где-то там угощал То есть, ну Не надо из этого делать Непонятно что Я вообще не понимаю, в чем суть вопроса Ну, если тебе не комфортно с такими Не знакомься с такими А если ты познакомился Если она пришла на встречу Значит, ну, как бы Она пришла, потому что ты ее зацепил И с женщинами старше тебя Проще прийти к сексу Потому что они уже все понимают Что к чему, как бы Зачем и почему То есть, они меньше Ставят каких-то барьеров и возражений Вова, привет, вопрос Я бы не назвал это топ-вопросом Тут написано было топ-вопрос Ну, чувак так решил, короче Вова, привет, вопрос и крик души Мне 18 лет, я студент, мне не в кайф учиться У меня нет друзей Мне очень херово Живу сейчас с родителями Работаю за 25 тысяч рублей Хочу переехать в Москву Но денег особо нет В семье у меня холодные отношения Не могу больше жить со своими родителями Так как я вышел с этого уровня У меня есть мечта сдать на права И купить свой первый авто Активно развиваюсь, девушек мало Были идеи об открытии своего дела Но денег нет Посоветую, с чего лучше начать Я не знаю, что делать Ставьте лайк, чтобы Вова увидел Бля Тут кто-то пишет 25 тысяч рублей Да, да, я читал Сидент 18 лет Охуеть Слушай, ну да Во-первых, все относительно Ну, чувак Ищи способы То есть Попробуй скопить по максимуму денег То есть Снять квартиру Съехать от родителей Что там еще у тебя Хотя бы сначала В своем городе Ищи какие-то вероятности Ну, варианты подработки Не знаю Знакомься с людьми Не только с девушками Ходи на какие-то семинары Конференции Не знаю То есть Ну, я могу сейчас очень долго Отвечать на твой вопрос Так Поставь себе цель Там, когда ты хочешь Переехать в Москву К какому времени ты хочешь Что ты там будешь делать То есть Хотя бы вот Займись тем, что Возьми бумагу и ручку И начни писать То есть Начни какой-то план вырисовывать Чтобы это было не просто так Вот Так У меня нет друзей Чувак Ну Значит надо разбираться Почему И думать Где ты можешь их найти Так Мне не в кайф учиться Ну не знаю Ну брось институт То есть Блядь Ну что сказать Антон В Москву ехать надо В Москву ехать надо Ты считаешь? На институт я бы не стал Бросил Смотри Чувак Ну Москва опять же Не панацея Еще раз Я говорю тут уже скоро Наверное у меня правительство Москвы Применит ко мне санкции Но есть вероятность Да То есть Если ты переедешь Куда-то в другой город Даже соседний Или куда-то еще У тебя будет Вся голова занята Вопросом выживания Поэтому Тебе будет не до того Чтобы дрочить себя Какими-то там Левыми мыслями И так далее То есть тебе придется Крутиться вертеться И так далее Скорее всего Ну вот в твоей ситуации Попахивает таким вот Комфортом Несмотря на то Что тебе не нравится Текущая ситуация Текущая действительность Тебе в ней Так или иначе Жить комфортно То есть нужно сделать так Чтоб стало совсем херово Только тогда Скорее всего Ты начнешь что-то делать Вова Два непростых вопроса Что такое любовь Бля Второй Девушек много Все разные Как выбрать ту На которой жениться С которой прожить всю жизнь Они действительно непростые Александр Смирнов Про это Как на канале Йоганн Себастьян Это что Все Александр Смирнов А Смирнов Это в смысле Обыкновенные парни Не Вряд ли Там Тимур А там Тимур Подожди Про это Как на канале Йоганн Себастьян Четко все По полкам Раскладывает Че Не знаю Короче Чувак Я думаю Чувак Респектнул тебя Ну Возможно Давай так Смотри Саня Я просто не знаю Кто такой Йоганн Себастьян Давай так Смотри Этот вопрос А еще в русалочке Был Себастьян Кравт Такой Помнишь Давай этот вопрос Мы его тоже отложим До следующего раза Я действительно подумаю Над этим Потому что я не ожидал Что будут такие вопросы Ну Как бы Я наверное Вопрос Что такое любовь Не могу ответить Сам себе Любовь наверное Это Желание брать Ну если коротко Брать на себя Ответственность За какого-то человека То есть И Желание Ну Там Улучшать его жизнь Во всех смыслах Этого слова Приносить ему радость Там А с другой стороны Знаешь Вот человек Который Заставляет Своего Там Например Богатый папа Заставляет Своего 16-летнего Подростка Идти зарабатывать Самостоятельно И орет на него Хотя есть возможность Вообще Тому парню Не работать Это тоже может быть Некое проявление Любви Потому что Он готовит Этого парня К какой-то Реальной жизни Расскажи пожалуйста Про социофобию Так Поехали Почитай мою книжку Мужик Там написано То что я Обычно Про нее рассказываю Как встречаться С двумя девушками Или это Плохая затея Но тогда Поведай Почему Ну как встречаться Берешь и встречаешься То есть Есть конечно Варианты Для Там Для гуру То есть Когда они обе знают О существовании Друг друга Но Я считаю Что это как бы Не совсем то качество Девушек Которое тебе надо То есть Любая нормальная Уважающаяся девушка Ну пожалуй Она не будет Делить своего мужчину Ни с кем То есть Если это какая-то Нимфоманка Или там Ну ей просто По приколу С тобой трахаться То есть То наверное Наверное да Она согласится На это Но опять же Здесь Вот в этом Так называемом Гареме Есть вопрос Текучки Что Он обычно Недолго держится То есть Такая история Вот А параллельно Как встречаться Ну обычно То есть Встречаешься с одной Встречаешься с другой Только единственное Что это занимает Больше времени В два раза То есть Там надо с каждой Созвониться на ночь Пожелать ей Спокойной ночи Если ты этого не сделаешь Там Начнется Какая-нибудь Херня То есть Ну вот Просто это более Ресурсозатратное И энергоемко То есть Надо ли тебе это Вообще или нет Спроси себя сначала Зачем мне это Чтобы выбрать из них Какую-то Там Одну прикольную Для отношений Ты типа Определиться не можешь Или просто Тебе нравится Когда есть с кем Потрахаться Но можешь В каждый день Идти искать себе новых Это тоже прикольно На твоем канале Нет видео Про клубное соблазнение В барах Раскрой структуру Эту тему Но это долго Сейчас рассказывать То есть Опять же Ну А я что Даже пару слов Об этом не говорю Может А может это Ты будешь мне Читать вопросы Нет Нет Я еще ничего Поспать хочу Так Так Как Сейчас Подождите Мужик Ты складно И ровно говоришь Не строишь из себя Часто интересные мысли Бывают Когда в тачке снимаешь Тебе не обязательно Что-то там втирать Можешь просто Просуждать На тему психологии Да ты вообще Спасибо чувак Спасибо Как правильно Сказать девушке Что ты К примеру За паригамные отношения Предпочитаешь секс С несколькими девушками А не только с одной Нужно это говорить Там снимает Нужно это говорить До или когда У вас уже был секс Лучше когда у вас Уже был секс Если уж ты собрался Во время секса Во время Чувак Просто Я кстати Ебу еще несколько других Да Что? Я не слышу Я не слышу Мне кажется Лучше после Да Ну вообще В этом есть Какая-то логика Нет Знаешь когда надо Когда ты уже Вот у тебя стоит Ты зачехлил Но вы еще нет То есть И она уже такая Развинула ноги Ты говоришь Ты знаешь что? Но при этом Ты должен хорошо Удовлетворить ее Чтобы ей хотелось Вновь Чувак Ты сам ответил На свой вопрос Так вот Как это красиво Преподнести что ли Так если сказать Так как есть То почти любая Будет против таких Отвеношений И ответит Отказом И негативом А хочется и девушку Не перетерять И других трахать Парни Подержите лайком Чувак Ну вообще да Это как тебе сказать Вообще в жизни Многим хочется И рыбку съесть И девушку Не потерять Но вот это Отдельный разговор Понимаешь То есть вот Да на эту тему Я мог бы снять Отдельный видос Какой-то Можно подумать И ответить тебе Но я запомню Что надо Насчет него Вот отдельный Отлет сделать Потому что Опять же Это зависит От типа женщины Это зависит От того Насколько ты не боишься Ее потерять Это зависит От ее отношения К тебе Это зависит От того Что ты за чувак Вообще Ну ты там Не знаю Рабочий со стройки Или какой-нибудь Не знаю Востребованный мужик То есть Разные моменты Могут быть Как относишься К просмотру Порнографии И анонизму Блядь Только выключили Санту Влияет ли это Как-то на общение С девушками Очень влияет Кто-то видимо Опыт А нет Подожди Это этот чувак Слушай Ну Как бы Как сказать Смотрим Дрочим Влияет Ну Че тебе сказать Смотри Как бы Смотрят Порнуху все Вот те люди Которые будут Говорить Что они этого не делают Они врут Я не смотрю Блядь Блядь Короче Они пиздят Вот По поводу Мастурбации Ну думаю Что тоже Абсолютное большинство Мужчин Так или иначе В какие-то Периоды Вон тот чувак Особенно Мимо идет Смотри Как будто Клей обнюхался Они в какие-то Периоды жизни Мастурбируют Как это влияет Иногда Никак Иногда То есть Смотри Если ты при этом Активно практикуешь Соблазнение Общаешься с девушками Тебе просто мало Не знаю Тебе просто реально мало Ты решил еще вздрочнуть С утра Потому что девушка Уже уехала А тебе еще хочется То наверное Сильно не повлияет Ну Все равно есть какое-то Влияние Но не сильно Если ты И так не можешь Собраться К ним подходить А еще и Передергиваешь Периодически То наверное Наверное Да Наверное Влияет Негатив У меня такой вопрос А во сколько мы начали Снимать это видео Минута 20 У меня такой вопрос Надеюсь Что его В видео озвучат Мне 26 лет Девушки нет Но уже не девственник Ну уже Уже неплохо Чувак Он как бы сразу Отсегментировал Хотелось бы уже Отношений Самому добиться Секса от девушки Добиться Это уже Какое-то Херовое слово Знаешь такое Имею инвалидность А это вот этот парень Короче Все братан Извини Смотри Имею инвалидность Третья группа А третья это что Ну это по-моему Лайтовая какая-то Первая группа Первая это самая Тяжкая Третья это Более-менее Лайт Выражается в немного Нарушенной координации Которую я исправляю Благодаря тому Что занимаюсь спортом Таэквондо Плюс вижу результат Из-за торможного развития Какие-то вещи Не сразу доходят До меня многое понимает В принципе как у нас У нас тоже так же мужик Допустим ты научился Ходить в полгода А я в два года Вот такой пример Не ну я понял о чем ты братан Но я не в полгода научился Я вообще блин Долгое время молчал в детстве Не уверен что сейчас могу еще Блин Да я и сейчас короче не особо Не общительность с людьми При знакомстве Чувствую себя не в своей тарелке Стеснительный Не могу накидать Столько фраз в разговор Как в твоих подходах Слушай ну вот Не общительность и стеснительность Если абстрагироваться От твоей инвалидности Да то есть она Лечится именно количеством общения То есть не знаю Подходи все равно Пробуй Делай горлом Вот это очень крутое упражнение Которое почему-то Многие боятся делать Парит что из этого Девушки со мной тупо Не хотят общаться Типа видят что я инвалид Очень парит Скажи были ли у тебя Практики подобные случаи Проходили ли на тренинг Подобные неполноценные люди Вот этот чувак Который живет здесь неподалеку В презентации книги Скажи были ли так Еще вопрос Кто такой клинически больной человек Я так понимаю Тот у кого таракана какие-либо Ну в моем понимании да Даже купил твою книгу Надеюсь найду многие ответы здесь А в чем вопрос там был Ну просто как бы чуваку непросто Чувак смотри Я ну как бы наверное Как бы так сказать Я тебя понимаю Хотя я тебя не понимаю Да Ну как бы То что там инвалиду непросто Да Ну то есть в своем случае Что делать Ну как бы надо все равно выходить А он же где-то по-моему Еще вопрос задавал Как привезти там домой девушку Да Это он Будучи Да Надо все равно пробовать Надо пытаться То есть смотри Как бы да Инвалидность Ну как бы это жопа То есть Но с другой стороны Не знаю Там посмотри на Ника Вуйчича Посмотри еще на кого-то Посмотри там На каких-то людей Которые допустим Несмотря на это Ну то есть Таких историй Успеха полно То есть Которые несмотря на это Как бы как-то двигаются Как-то живут То есть Попробуй Смотри Если я тебе сейчас скажу Что ты этим отмазываешься Это будет слишком Как бы херово Да Потому что Ну легко сказать То есть Когда люди говорят Я слишком маленького роста Или слишком лысый Слишком толстый Там слишком бедный Слишком такой-то Согласен Там похоже на отмазки Ну попробуй абстрагироваться От этого То есть Прими то что Вот как бы Будет так Но Как бы Ты там занимаешься спортом Все проходит Только постепенно Но сейчас тебе надо Начать жить Поэтому Начни в этом состоянии Общаться Как угодно Начни с девушек Попроще То есть Может быть Не надо каких-то королев Искать То есть Тебе нужна девушка Которая будет К тебе хорошо относиться Тоже очень Немаловажно Что еще тебе сказать Ну то есть Смотри Возможно Ты уже пробуешь Общаешься Да С ними Возможно Ты проводишь свидание Возможно Ты ничего этого не делаешь Я не знаю И как бы Говоришь Потому что Есть инвалидность То есть Я тебе рекомендую Попробовать Как бы Погрузись в этот процесс То есть Ну Несмотря на то Что она есть Ну Давай по скайпу Поговорим Чувак Если хочешь То есть Ну А как ему скайп Чтобы он мне В личку написал Да не Пусть подведет Хотя Да Пусть Я в личку Я не смотрю Ну пусть Вконтакт напишет Пусть Меня напишет А ты все равно Иногда ладишь В моем контакте В моем контакте Он такой Мужик И у него есть У него есть Смотри Женя Давай ты напишешь В личку И там По скайпу Поболтаем С тобой На днях Договорились То есть Ты сегодня напишешь И например Там Завтра у меня выходной И я поеду куда-нибудь Пока еду Поговорим с тобой Идет Хотя Бля Видос Когда выложим Ну Они в любом случае Смотрят сегодня То есть Прикинь А не сегодня А вдруг у меня Завтра не выходной Ну решим Вот Короче Ты пишешь В своей первой книге Про расстановки А В своей книге Расскажи подробнее Уверен Что многим интересная тема Ну чувак Это долгая тема Сейчас не буду рассказывать Ну вот Давай отложим Тоже на следующий видос Каким образом Ты вычисляешь Женские проверки Че за проверки Че за вопрос вообще Че за проверки Нет Мне непонятно В смысле Каким образом Ты вычисляешь Женские проверки То есть Не имеешь ввиду Я думаю Чувак спрашивает Типа Это проверка Или Как я понимаю Проверка Или она реально Не хочет общаться Там допустим Ну вот Как определить Ну нет Есть как бы Очень много Разных моментов Ну как бы Основной момент Что если она Например Там если мы берем свидание Если она все еще здесь И говорит тебе что-то Что она не хочет Но при этом Она физически По факту Находится рядом с тобой Здесь Значит это как бы Проверка То есть Всегда смотри За ситуацией Если бы ей что-то не нравилось Она бы здесь не сидела Если это вызвано Если она трубку берет Но начинает ломаться Там И в следующий раз берет То это тоже проверка Если она мусоров вызывает Короче Если она обливает себя бензином Короче Зажигалку вот судорожно Ищет рукой И говорит Я сейчас себя сожгу Я сожгу себя Я сожгу себя Клянусь сожгу То наверное Это уже не проверка Но возможно она блефует Возможно это проверка Не знаю Ты бы конкретизировал вопрос Ярослав Что значит женский проверка Тут дальше чувак пишет Здорово Доброе утро Женщины А может быть Это был сарказм Все женщины Всегда в общении С мужчинами Тестируют их Это в их природе Отлично Так они отбирают Самого сильного самца Для продолжения рода Причем зачастую Делают они это Неосознанно И обладают этим качеством С рождения Дмитрий Получает призрительских Да Берем тебя к себе На работу Мужик Не ну в принципе Да так и есть Привет Нужно больше видео С уклоном в развитие Вообще по жизни Ты кто по жизни Что правда что ли Антоха Ты куда уж больше Не серьезно Ну можно В бизнесе Очень хорошие заходят Такие видосы Как по катушке С миллионером На Porsche Интересуется смотреть Как думают другие люди Кстати что думаешь о нем Если смотрел А канал уже немного Такого контента Как в трансформаторе А какой контент В трансформаторе Я просто знаю Что в трансформаторе Как бы Это Не я положительно Отношусь к трансформатору Но я вот так вот Как бы ни одного Видео целиком Не смотрел Очень качественная картинка Я так понимаю Чувак ходит и это Общается с всякими Бизнесменами Спрашивает как они зарабатывают Ну да согласен Чувак ну Все впереди То есть в июле Вообще уже будет Все по другому на канале Прям чуть-чуть подождите Мы уж сами этого ждем Не дождемся Расскажи Именно пикап Изменил твою жизнь Если нет То что или кто Бля Постановку вопроса Значит слушайте Расскажи Именно пикап Где была эта точка Невозврата Еще интересует вопрос Как изменить свое мышление Бедного Я не из богатой семьи Ну мы смотри Я могу искать Следующую херню То есть Ну как бы В июле Выйдет видос Который будет Так примерно и называться Как поменять Мышление Бедного человека На мышление Богатого человека Потому что Ну А вот сколько Должно длиться Это видео Ну не сорок же минут Блин Ну что самое прикольное Ответь Я не могу Я их первый раз вижу Не надо Ну пролистай Там мне кажется Еще до хера Сейчас Ну давай последние два вопроса А потом В следующем Да А потом в следующем Так а может сейчас запишем Допустим Сколько там За 15-20 минут Так вы записали Нет Там наверняка есть Дальше прикольный вопрос Да хватит Почему? Потом еще запишем Нет Идти просто распилим Будет вторая часть Например Нет? Сними видео на тему Как правильно ставить цели в пикапе Какую цель ставить при выходе в поле Например Количество подходов Или количество номеров Нужен ли вообще целенаправленный выход в поле Или подходить по ходу ритма жизни Пока первое время Я думаю Нужен целенаправленный выход в поле Но то есть Опять же Это не должно быть до маразма доведено А то бытует мнение Что если цели Не направлено Если цели Не направлено выходить в поле То девушки это чувствуют Что нуждаешься И неестественно Ну смотри чувак То есть можно да Целенаправленно выходить в поле Просто твой посыл должен быть другой То есть не то что Я иду собрать телефон Иди общаться с ними То есть если кто-то понравится Будешь брать телефон Или сразу же приглашать на свидание Там или фастить и так далее Вова Как избавиться от страха отношений с девушкой Хочется чтобы отношения были Только на потрохушке Без обязательств Чтобы можно было легко расстаться Но как я подумаю Что если привяжусь к девушке И потом будет сложно расстаться с ней Она привяжет меня сексом А так подрочила никакой Сука блять Сейчас я понимаю Что все-таки вопросы Надо читать заранее Братан ну Я не буду его дочитывать Ну может быть он интересный Я не знаю Бля Давай Сука Вов напиши пожалуйста Вов напиши пожалуйста Свои любимые книги Блин а я где-то же это В каком-то онлайне Легенды Назови еще раз Давай Топ-3 книг Я не читал книг вообще А у меня в книжке даже есть перечень книг Вот то есть там Есть вот ну как бы Какая-то глава В которой я перечисляю книжки Как бы которые у меня на полке стоят Ну давай короче Я не знаю Ну как блять Его надо где-то вывесить наверное Ты назови просто Кто надо Ну вот тот чувак Который задал Наверное ему интересно Он посмотрит Сто пудово до конца И еще сейчас несколько человек В контакте Зайдут в документы И начнут искать эти книжки У меня здесь серьезно так делают Я знаю что сейчас я читаю Парадокс перфекциониста Этот как его Магия утра Хэл Элород Ну это то есть Я пока не могу сказать Что они мне нравятся или нет Я их сейчас читаю То есть как бы Чтобы не перечислять все те И этот самый Непобедимый разум То есть там Как противостоять Невзгодам И всякой херне Ну то есть Блять От последней Я точно не в восторге Нет чувак То есть где-то должен быть Прям список То есть чтобы вот Прямо вывесить его И пусть он висит Может ты вправду иди вот Тайм менеджмент Как выглядит Выглядит ваш день И как надо планировать свой день Коммуникабельность Уверенность в себе Какие книги читать и как читать Ваш лайфстайл И как найти хорошую Напарнику Для создания бизнеса Извините за мой русский На Не родной язык Ну то есть это вопросы были Наверное да А ты можешь конкретизировать Марио вот допустим По поводу тайм менеджмента Что значит То есть что именно Ты хочешь услышать Типа как тебе удается Все успевать А как мне Я ничего не успел Так чувак Давай конкретизируй И в следующий раз Вот в следующем видео Допустим более развернуто На этот вопрос Мы ответим главный Не раскрывай вопрос Как расстаться с девушкой А не раскрытый вопрос Как расстаться с девушкой Если она к тебе сильно привязалась Блять Вот ты не поверишь чувак Но Я сам сейчас Точно в такой же ситуации И Блять Прям я тебя понимаю Как никто другой То есть Ну тут наверное Только просто вот усилием воли Не знаю Блять Взять пропасть Принять что ты выглядишь В ее глазах полным мудаком Заблокировать везде И все И просто исчезнуть Ну и написать предварительно Что так будет лучше нам Нам обоим Это сложная штука На самом деле Вован Расскажи как сохранить Долгие отношения Несмотря на других Ну у меня есть видос Про отношения Ребят Вот не так давно снимал Что делать Если девушка Не позволяет себя трогать На первом свидании И это при том Что все воины Уговорки И фразы Я перепробовал Не работает Уговорки Сука Не работают Уговорки Это вообще Изначально Как-то стрёмно звучит Короче Знаешь Как вот для меня Звучит твой вопрос То есть Какая-то у меня Походка Да Ноги в разные стороны Вот так идет Короче Да Какое у тебя Крутое Красное платье Или тут не принято Из машины орать Нет То есть Как бы Я учу людей Что надо выбегать Слушай Если я сейчас выбегу То люди останутся Мне за мной не стоит Хотя к ней Лучше вообще не выбегать Смотри То есть Твой вопрос Для меня звучит так Я себе купил Не знаю Маргарин 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 Вот И пытаюсь Значит Запихивать его В этот Ну куда заливаться Масло у машины Вот И ты Говоришь Почему-то машина не едет Что за херня Чувак Ну то есть Как бы Значит ты делаешь Что-то не так Как я тебе говорил То есть Значит как бы Где-то есть косяк Потому что Я могу сто процентов Сказать Гарантии Миллионной гарантии Что То что я говорю Оно работает Ну у меня оно работает У моих клиентов Это работает У Антоши Это работает Не дает себя трогать На первом свидании Ну не знаю Опять же Как трогать То есть Посмотри У меня на канале Есть два видоса Как минимум Про кинестетику Как трогать девушку На первом свидании Как плавно Это начать делать Может ты не знаю Руки нутеллой Намазал Вот так вот Сидишь короче Она то думает Что это говно Не ждать Не ждать я тебя Потрогаю Я не знаю Но как бы Прикол в том Что это работает Ищи косяк В себе Здорово Володь После одного Двух свиданий И восклицательный знак Просто смотри Просто Здорово Володь И восклицательный знак После одного Двух свиданий И восклицательный знак Мы стебемся Мы шутим Диман здоровый Может это Бойко спроси О чем говорить На следующих свиданиях Когда все темы История обговорена И о себе все рассказал О чем говорить дальше Чтобы нелепые паузы Не появлялись Подскажи Как развить навык общения Чувак То есть Во-первых Тема очень долгая Во-вторых Не надо бояться Нелепых Так называемых Нелепых пауз Потому что В них ничего нелепого нету В-третьих У меня была история Когда я вообще Какое-то длительное время Не ходил на второе свидание Потому что я не знал Что на нем делать Не знал о чем говорить Сходи в киношку Сходи в театр Не знаю Начни ее больше трогать То есть Ну если на первом Ты общаешься В кафешке Узнаешь Кто она рассказывает Что-то о себе Во втором Вовлеки ее В какой-то процесс Куда-то вместе сходите Покатайтесь на велике У себя в Красноярске В минус 30 Зимой Так Вова здорово Мне 20 лет Переехал недавно в Москву Надоело жить за мамкин счет Бабок нет Но амбиций куча Короче Если ближе к делу Там чувак на работу Еще в Воронеже Когда смотрел твои видео Один выходил в поля Через силу боролся С моей социофобией У нас клуб социофобов Давай назовем канал Антош Клуб Клуб юного социофоба Это настолько дало мне энергии Что через месяц я решился жить самостоятельно Переехал в Москву Блин так есть хочу пиздец Вообще в хлам просто Сейчас жизнь взяла за горло И банально жрать нечего Не знаю как ты выбираешь себе саппортов Но я хочу им быть Я не рекламирую себя такого хорошего Но так бы я и занимался Приятным для меня делом И был бы полезен тебе Попытка не пытка И главное никогда не задаваться Если ты пойдешь навстречу Вот страница Просто я не знаю Как еще с тобой связаться Чувак напиши мне в личку Не знаю Ну посмотрим что ты умеешь Только ты там как-то кэпсом пометь Что ты такой-то такой-то Здорово Вован Такой вопрос у меня Вроде получается знакомиться Брать телефон у них Вызванивать Но долгих отношений не получается С ними Анализировал свои отношения Что делал И так в итоге пришел к выводу Что есть значимость девушки Которая все портит Ведусь сильно на них Как бороться со значимостью девушки Наиболее проще к ней относиться Бля Я понял об этом столько раз говорил Мне кажется я о каждой фигне уже столько раз говорил Или это глюк Скажи что Здесь прикольные вопросы Ну на это Либо он не прикольный Либо я может быть туплю Либо я сплю на ходу Либо что не так Как бороться со значимостью Блять То есть чувак У тебя должно быть все время Ощущение того Что ты можешь в любой момент Пойти найти себе там Не знаю Кучу других То есть для этого надо общаться с другими Хотя бы Даже будучи в отношениях Ты должен общаться с другими девушками Вот и все То есть вот так бороться со значимостью Тогда у тебя будет понимание Что ты способен найти другую Довольно быстро завязалось близкое общение с девушкой Запятая Как у нее начались месячные Запятая Знаю с сексом долго тянуть не стоит Запятая Но в процессе общения она утверждает мне Запятая Что секс для нее совершенно не имеет значения Ну как бы так многие утверждают Чтобы Как бы сложить в себя ответственность То есть ей ничего не надо И так далее Что он есть Что нет Слушай Ну как бы опять же Если она так говорит Это еще ничего не значит Конечно возможно она лукавит Сука возможно Слово хорошее такое Лукавит Да Сбрасывает в себя ответственность В какой-то степени Но все же если это так Как влюбить ее в себя Или нужно пробовать Раскрыть в ней это Чтобы она его полюбила Ведь как раз в большей степени Нужно взаимодействовать с этой Короче чувак Ты сначала займись им с ней А потом рассуждай Я так понимаю Проблема в этом Он тут сидит и думает Вот там Как влюбить Она лукавит Чувак Попробуй Ну как бы с ней заняться этим сексом Потом вопросы отпадут сами собой Как склонить девушку к сексу Что значит склонить Блядь Много видосов про пикапы Переходы к сексу Я что-то не нашел Ищи у меня на канале Сто пудово есть Привет Вова Скажи У вас какие-то крайности Ты не заметил что У одних Это склонить девушку к сексу А у других Короче добиться секса Там заслужить секса Получить секс Ребят И то и то Это реально крайности Интересно Кто-нибудь до конца досматривает Такие видосы Хотя они сука полезные Вот если ты до этой точки досмотрел Значит ну как бы у тебя что-то получится Потому что Народ ленивый пошел Какой-то знаешь Посмотрел там что-то А типа ладно Пошел передернул и спать Лег Половина смотрит по статистике За местный Так Вот тут я не понял Чувак пишет Кстати запишите совместный ролик У него аудитория Которая интересует своим контентом Ты понял про кого это вообще? Привет Вова Скажи как развивать Такие качества Как наглость Самоуверенность Жесткость Избавиться От помягкотелостей Инфантилизма При взаимодействии С людьми Девушками Если с детства Воспитывался хорошо Интеллигентно Ну чувак Ну найди себе таких друзей Которые вот такие вот Дерзкие наглые Там не знаю Займись спортом Пройди какой-нибудь Жесткий тренинг Вообще тебе надо это или нет? То есть как бы Ты считаешь что как бы Это твоя проблема или нет? Зачем тебе быть вот таким вот Каким-то грубым бадланом? То есть это заставляет тебя страдать или что? Если это как бы реально приносит неудобства в жизни Наверное нужно Ну напиши поконкретнее чувак То есть как это влияет на твою жизнь? Здорово Вован Такой вопрос Познакомился с девушкой Ей 26 На первой встрече пошли в кальяну Там ее трогал Целовал Взуждал Вообще все было неплохо Потом как-то Приехал к ней ночевать И тут она такое выдает Что она уже давно отвыкла Что ее трогают Вот так вот Ей нравится когда она сама трогает Много раз ночевал у нее И все время она одна и та же история Не дает трогать Но когда мы с ней ночевали У моего товарища был секс В смысле у твоего товарища с ней был секс? Или у тебя? Я не понял Я вообще ни хрена не мог понять что это такое То ли я где-то неопытен и накосячил То ли это у нее клиника какая-то Буду признателен за ответ Я не понял То есть ты понял, Антон? Нет У твоего товарища с ней был секс? Или когда вы ночевали у твоего товарища Был секс? Товарищ здесь ни при чем Тебя девушка пригласила к себе домой И ты ее не трогаешь Естественно что она ждет Когда ты это будешь делать Как бы она ни говорила Что отвыкла Ты должен это делать Ты этого не делаешь Тебе очень много И сильно повезло Если ты вообще многократно у нее дома побывал После этого Я бы на ее месте больше тебя не пускал к себе домой Вот скажи мне, Антон, что тут вот Вот после этого посмотри Еще много комментов через телефон? Если много, значит я потом просто запилю это Один вот сяду, короче, я не знаю, завтра И запилю продолжение, да? Расскажи о том Давай еще один вопрос Вот после этого точно еще много, да? Расскажи о том, какие техники применялись Применять в ситуациях, когда девушки оморозятся И с трудом идут на контакт Когда развитие общения ступорится На этапе приглашения на встречу Или одной встречи После которой трудно сделать вторую Из-за этого морозки Че? У меня такое ощущение иногда Что люди вообще ни одного видоса на канале не смотрели Они просто, короче, видят в рекомендованных Ответы на вопросы Короче, такие Бля, ребят, ну да Ну, блин Спрашивают что-то конкретное То есть там вот столько информации А это потому, что Либо человек, ну, недавно подписался Только вот в этом случае Либо он вообще не пробует Либо ему вообще похер, как бы И он смотрит только подходы А вот видосы там из тачки не смотрит Либо Бля, я не знаю даже, что сказать То есть Бля, либо вам лень просто поискать Не знаю Как поддерживать отношения на одном уровне И чтобы не сходил интерес на нет Видео про отношения У меня прямо оно вышло В этом году точно Короче, как запомнить, Антон, где я был? Я запомню Вот, смотри Иван Рыбкин Дима Саксе Теутон Ник Ок Короче, чуваки На этом Вот этой части Конец Вот и сказочки Конец То есть вот я буквально там Ближайшее время Запилю продолжение То есть тут еще много комментов И еще на один видос Будет Поэтому подписывайтесь на канал Значит Подписывайте своих дружбанов на канал Что у меня подписчиков маловато пока И давайте записывайтесь на тренинги У нас сейчас летом Как бы популярный тренинг Это вот мини-групповой Уикенд с тренером Ссылки все под видео Увидимся Вырубай что ли Ссылки все под видео